Фингал убавляет зрение, но очень прибавляет жизненного опыта. А что прибавляет отбитая ногой голова, решайте сами. Приветствую вас, грациозные африканские тюлени, с вами Федорович. А в этом видео мы будем наслаждаться и поражаться фееричным нокаутом. Нормальный человек на вопрос «ты куда?» отвечает «сейчас приду», и это больше вопросов не вызывает. А нормальный боец все вопросы в бою решает правым встречным кроссом, и это тоже больше вопросов у соперника не вызывает. Богат тот, кто счастлив тем, что имеет. А боец счастлив, когда имеет богатый арсенал ударов и бойцовскую смекалку, чтобы его использовать в любой ситуации, как легендарный Кроков, который обработал соперника ногами и коленями, когда тот связал ему руки. Друзья познаются в беде, конечно, если их при этом удается найти. Но вот бойцу, когда беда настигает его в ринге, друзья не помогут. Приходится все выруливать самому или заруливать в нокаут, когда прилетает четкий прямой в бороду. У совы большие глаза, да вот днем и волка не увидит. А у Оверима в ранние годы еще большой массы не было. Но это ему не мешало ярко и дерзко побеждать даже матерых волчар красивыми комбинациями. Если жена не орет на мужа и молча готовит ему обед, значит у мужа завтра зарплата. А если боец молча пропускает кучу ударов, значит его должен спасать тренер. Так и случилось с Инуе, когда молодой и еще малоизвестный Диас разобрал его в ринге. У богатых свои причуды, а у бешеных бойцов свои. Поэтому в бою они совершенно не задумываются о том, что будет с оппонентом, испытывая только жажду крови. Ну а найти более бешеного бойца, чем Манхуф, надо постараться. Поэтому сумасшедшая колена по затылку с последующим добиванием как раз в его стиле. Увидеть более брутальный нокаут, чем этот, наверное, так же сложно, как увидеть дождевого червя на ветке березы. Три удара коленом в абсолютно незащищенную голову с парочкой жестких прямых – это жесть. Люди больше сожалеют о сказанных словах, чем о молчании, как и бойцы, когда несется треш-ток. Но в ринге все слова становятся лишними, наступает время ударов и красивых нокаутов. Рожденный ползать везде пролезет, а рожденный драться везде подерется. Но нужно помнить, что не каждая драка заканчивается победой. А значит, такие вот нокауты из 20 ударов тоже возможны, а оно нам надо. Большим хвостом тяжело махать, зато большой массой легко давить. Особенно, когда соперник криво бьет. Годзилла Хонг Манчой не мог не воспользоваться таким подарком соперника и легко доделал дело. Всегда хочется отвечать людям добром, но жизнь почему-то учит отвечать взаимностью. Но как бы там ни было, в ринге нужно оставаться прежде всего спортсменом, а не дикой гориллой, которая калашматит соперника, который уже сдался и которого спасает рефери. Борода не делает из козла раввина, а знание хитрых приемчиков не делает из бойца ниндзю. А иногда даже приводит к непонятным нокаутам, как этот. Неудачная попытка ножниц привела к неудачному нокауту. В историю трудно войти, но легко вляпаться. Так же и в бою. Легко бить, но трудно получать. Особенно, когда тебя отправляют на канва с отличной плюхой, а потом бомбардируют жесточайшими, непрекращающимися ударами. Большого мастера выделяет скромность, но вот беда для мастеров, это то, что в ринге их не боятся и не поддаются. Поэтому эффекта от красивого кимоно и черного пояса в ринге, как в зале, не будет. Здесь нет учеников, боящихся ударить и смотрящих на учителя, как на бога. Но этот мастер красавчик. Он вышел на реальный бой и, несмотря на поражение, показал, чего стоит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам старые японские турниры по ММА и Кику. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok